Форхед. Бровки. Лоб. Бровки. Глаз. Чек. Щека. Всегда веселые глаза и пухлые щеки. Именно такое Лиза любила позировать для семейного альбома. Папа или дедушка и сегодня стараются снимать так, чтобы на фото не было и намека на грусть и болезнь. А Лиза всегда подыграет. Она улыбалась, даже когда стригли налысо ее длинную косу. Она и тогда не растерялась. Тот самый злополучный день, оставшись наедине с внезапной болью и страхом. Из школы домой пошла, в эту маршрутку села, она меня домой привезла. Как я начала выходить, я упала. У меня закружилась голова. У меня чуть ноги под колеса не попали. Вот тогда я пришла домой. Бабушке сказала, что у меня что-то болит. Беда пришла, откуда совсем не ждали, вспоминает бабушка. Уже в чете Лизе поставили первый диагноз – медулобластома – злокачественная опухоль мозга. Страшно то, что до падения в маршрутке у ребенка не было никаких жалоб. Были идеальными анализы, не было головных болей или внезапных недомоганий. 28 марта 2013 года нам сделали операцию по удалению опухолей. Мы прошли лучевую терапию, мы проходили где-то месяца три в 2013 году. Мы год ездили на химиотерапию, мы все прошли. Год ездили на проверку. Каждые три месяца. И когда нам сказали, что нам можно приехать через 6 месяцев, как там положено, мы сделали МРТ, и у нас выявилось две опухоли в правой стороне головного мозга. Мы снимали Лизу ровно месяц назад, еще дома в Краснокаменске. Сегодня вместе с бабушкой они находятся на лечении в Четинской онкологии. Впереди курс химиотерапии. Препараты, для которых стоят больших денег. Две упаковки уже оплатил Московский благотворительный фонд. На остальные семье еще предстоит найти деньги. Нам только пчелка Майя помогает. Даже сейчас, в настоящее время, интересуется. Она, Анатолиевна, что, когда мы поедем, пришла ли кто-то. Мой сын разошелся с женой своей и забрал детей. Лишили ее материнство. И вот она же, мы четвертый год болеем, она даже ни разу не была у нас. Впереди у Лизы сложнейшая операция, ведь опухоль на этот раз уже не одна, а сразу две. В ближайшее время, как только курс химиотерапии будет успешно завершен, семья ждет приглашения из Московского института имени Бурденко. Я мечтаю стать медсестрой. Потому что я лечилась, когда мне ставили уколы. И я плакала. А медсестры говорили, что мы не назло это все делаем. Это наша работа. Вот я тоже хочу помогать детям. Дарья Пьяникова, Юрий Житлухин. Специально для проекта «Я помогу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова